Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. К Саше Черно на проект пришел новенький парень. Почти сразу они объявили себя парой. Черно пишет, ну наконец, теперь могу вам все рассказать. История с Романом закончилась. У меня новые отношения, в которых все хорошо. Новый участник почувствовал себя на проекте как рыба в воде, влился в коллектив и сразу стал принимать участие в сценках. Лиза Триандафиледи высказывает претензии Захару Соленко. Ей не нравится, как он шутит с Машей Кахно. Все его шутки носят интимный подтекст. Меня это отталкивает, пишет Лиза. Захар не хочет взрослеть, ведет себя как ребенок. В недавнем эфире Ольга Бузова наглядно продемонстрировала, насколько она озабоченная и пошлая. Роману Баранчуку на очередном шоу в городских квартирах досталось испытание. На несчастного парня положили кучу фруктов и обмазали его сливками. Первый оценить композицию решила Ольга Бузова. Она решила поправить банан, который олицетворял мужское достоинство парня, но в итоге его поломала. Потом Бузова начала облизывать пальцы от сливок, что зрители посчитали очень пошлым. Также она намекнула на то, что давно не имела дела с мужчинами. Сергея Захарьяша и Лилию Четрару на Острове Любви отпустили на первый выходной. Ребята были счастливы наконец-то отдохнуть. Тата Абрамсон готовится к родам. Она уже купила первое платье для будущей малышки. Я купила первое боди с имитацией платья для своей маленькой бубочки, пишет Тата. Ольга Рапунцель отметила юбилей на поляне. Девушке якобы исполнилось 30 лет. Сегодня я стала на год старше и мудрее, пишет Рапунцель. Также Оля вместе с Димой Дмитренко сходили в дорогой ресторан. Потрясающее место, пишет Рапунцель. Спасибо тебе, мой родной, что ты всегда со мной рядом. Женя Феофилактова шокировала голыми ягодицами. Она продемонстрировала своим фанатам странное платье, наряд сшит из прозрачной ткани. Поклонники пришли в восторг, оставили много комплиментов и лайков. Саша Гозиас обратилась к своим подписчицам, которые пишут ей гадости в комментариях о ее внешности. Мне стало интересно, кто пишет, и открывая страницы, я смеялась, пишет Гозиас. Пишут толстые, страшные тетки. Их бесит, что у меня красивый и успешный мужчина, я красивая, стройная, любимая. Милые дамы, не тратьте время в поисках моих изъянов, с ними я отлично живу. Лучше исправляйте свои. В недавнем эфире показали конфликт между Марией Кахно и Никитой Кузнецовым. Маша была под градусом, и она сказала Никите, что не даст ему жизнь их в периметре. Никита молчать не стал, он обвинил Машу в алкоголизме, прошелся по ее внешности, при этом не стал церемониться в выражении. Бывшая участница проекта, Елена Степунина, которая приходила к Илье Ябарову, просит о помощи. Как сообщила близкая подруга девушки, у нее обнаружили опухоль в грудном отделе, она лежит в реанимации. Ей нужны большие средства на лечение. Степунина подтвердила эту информацию. Я попросила подругу написать этот пост, потому что у нас сейчас очень плохо в семье с финансами, а врачи без денег даже биопсию отказались делать. Вот такая медицина. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.